Смогут поиграть и в футбол, и в баскетбол. В Набережных Челнах открыли универсальную площадку. Она находится возле дома 17А15 поселка Зябь. Как рассказывают местные жители, старый объект давно уже пришел в негодность. Поэтому детворе негде было поиграть. С юными спортсменами пообщалась моя коллега Эльмира Гайнудинова. Эмир Былая футболом увлекается 6 лет. Вот только для занятий особых условий не было. Старая площадка давно пришла в негодность. Раньше до этого мы играли на территории школы, на площадке, на поле 44-й школы. И там иногда проходят тренировки, из-за которых мы не можем играть. Они заканчиваются очень поздно, и поэтому нужна была вторая площадка. И теперь во время этих тренировок мы сможем играть на этой площадке. В этом году старый объект демонтировали. На его месте появилась новая универсальная площадка, чему местные жители рады. Раньше это поле было просто в песке, были железные такие ворота, все было разрушено. А сейчас просто хорошее поле, где можно прийти после школы, поиграть с друзьями. Безмерно рады, потому что здесь у нас была ужасная площадка, проржавевшаяся, ограждения проржавевшие. Здесь кирпичи, камни, грязь была и что-то. Но не пользовался никто много лет, она была бесхозной практически. Взрослые выходят поиграть, и я буду поиграть. Это универсальная площадка, на которой ребята смогут играть и в футбол, и в баскетбол. А также жители микрорайона Бумажников рассчитывают на то, что со временем подростки здесь могут заниматься еще и волейболом. Мэр Чулнов Нель Магдеев сообщил местным жителям еще одну приятную новость. Сюда зайдем с программой «Наш двор». Будем расширять проезды, новый асфальт, освещение. Значит, все, что положено, что мы делали для других дворов, этот двор тоже попадает. Планируется, что строительные работы стартуют уже в следующем году. Эльмира Гаинудинова, Кирилл Хабзейн. Новости. Набережные Челны.